Здравствуйте, дорогие зрители! Это снова Фрей! И Сибирь, и Тейт, и... Как этого Мэна зовут? Мэн, Мэн, Стокман, нет, не то, Супермен... Виталик Мэн, нет, что-то здесь не то. Про Виталик Мэн это интересная шутка. Была такая игра, Вектор Мэн, и мне её скинули, но назвали её Виталик Мэн, переписали название, и это было клёво, и более того, игра мне очень понравилась. Я разгадал загадку. Совершенно, ну не то, что случайно, но абсолютно идиотским методом. Я совершенно не понимал, что эту штуку можно крутить, чёрт возьми! Крутить в разные позиции. Честно говоря, я уже решил эту загадку, видимо, в разных позициях лошади становятся в разные вещи, правда, я вот ставил её здесь, и ставил здесь, и не очень понял, в чём разница. Поэтому я... Почему-то я решил, да ну его нафиг, я поставлю её сразу сюда. И, по-моему, как раз именно здесь получилось. Так, я, поскольку всё это пробовал, я вроде как запомнил. Значит, сюда, 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 и сюда. Да, именно так, именно так. Ну что, на ДБ? Да, на ДБ, yes! АБХС, именно это я и хотел всё это время. Как сразу, резко-то получилось. Отлично. А вот сейчас они наверняка сыграют, и я вам потом ещё расскажу про аниме. А у тебя это родинка прям как у этой, у Мериль Монроа. Клёво. Ой, ёшкин крот. Неужели это то, о чём я думаю? А-а-а, поезд-то и уезжает. О, собака страшная, уехали без кейс. Сволочи! Негодяи! Ну вот, теперь мы узнаем, зачем ручка, блин. Разумеется, я этого совершенно не помнил, что поезд уезжает без кейт, но как только я понял, что поезд будет уезжать без кейт, до меня сразу дошло, для чего же то странное построение внизу. А-а-а, с кем бы поговорить в этой жуткой ситуации? Я думаю, с полковником. Уже попрощались с ним. Теперь, знаете, полковник, здравствуйте. Он такой, Кейт Уолкер, я думал, вы уехали. А она такая, я тоже так думала. Что-то в этом духе. Полковник! Неужели ваш поезд уехал без вас, мисс Уолкер? Да, именно так и было. Что здесь случилось с этим поездом дурацким? Полковник, кто-то угнал поезд. Его украли, я уверена. А, даже так. Всё это очень серьёзно, мисс Уолкер. Вы кого-нибудь подозреваете? Этих бугровых. Возможно. Бобровых вот этих вот. Кто же мог совершить такой возмутительный поступок? Да это какие-то бугровых хреновые. Что мне делать, полковник? Я должна догнать поезд. Там же Ганс и Оскар. Проклятая нога. Был бы я чуточку помоложе, оседлал бы коня и пустился в погоню за бандитами. Коня. Но мой конь давно мёртв, а на одной ноге далеко не ускачешь. Полковник, пожалуйста. Должны же быть какие-то иные способы передвижения. Ой, не говори. Ни один на ум не приходит. Вот разве что дрезина под путями. Только ею столько лет не пользовались. Ну да, я видел эту штуковину. Как вы думаете, полковник, на этой тележке можно догнать поезд? Понятия не имею, мисс Уолкер. В государственном реестре написано, что это вспомогательное транспортное средство для обслуживания железных дорог. Только для экстренных случаев. Про скорость там ничего нет. А, как вы думаете, сработает? Попробуйте, мисс Уолкер. Вполне, вполне. Да получится. Оскар и Ганс никогда бы не уехали без меня. Ну, может быть, ваш друг Ганс Фаральдберг решил, что путешествие слишком опасно для такой симпатичной леди, как вы. Это невозможно. Я должна ехать с ним прямо на остров Сибири. Он бы никогда так не поступил со мной. Он бы не уехал. Я дойду до конца. Катюша, вы человек действия. Катюша, вы хреново пусковая установка, или что это такое, я, честно говоря, не знаю. Катюша, она и есть, Катюша. У неё четыре колеса, и у неё есть ракеты, я в этом уверен. Кстати, отличное описание для Кейт Уолкер. Или ужасное. Одно из двух. Я хотел рассказать вам про очень интересный момент. Вы сразу можете заметить, что я гораздо веселее, чем был в прошлом видео. И причина непосредственно в том аниме, которое я посмотрел, оно очень-очень-очень сильно подняло мне настроение. Но это было совершенно ужасное, тупейшее аниме. Называется A-Channel. Вот. На World Art оно находится ниже средней отметки по рейтингу. Несмотря на то, что оно 2011 года. Что говорит о том, что это совершенно ужасная вещь. Но это именно та ужасная вещь, которую я люблю. И я люблю именно такие вещи. Поэтому у меня категорически отличное настроение. Я пока посмотрел только одну серию, но она мне так понравилась, что настроение держит до сих пор. Куда ты идёшь, Кейт? Не ходи туда. Сюда ходи. Ты видела бугровых, Малька? Ты видела, Малька? Поезд уехал без меня. Ты думаешь, твои друзья тебя брусили? Нет. Я думаю, что-то заставило их уехать. Это было всё? Чёрт. В таком случае, я думаю, пойду смотреть Дрезину. Ну нафиг. Не хочу говорить с Сукерменом. Я вспомнил, как его зовут. Какое счастье. Так. Вот именно сюда, да. Так. Похоже на Сани. Как же их спустить? Похоже на Сани. Как же их спустить? Стоп. А если я потяну теперь в этих условиях за рычаг? Будет ли более качественный эффект? И мне интересно, где я найду этого Юка фиговая. Так. Значит. Бжик. О, получилось. Оно нифига не спустилось, оно поднялось. Одна фигня. Так. Это мы подняли. Но. Как их запустить? Вот ещё один вопрос для Гения. Ну. Поехали. Вау. Мы действительно поехали. Чё? 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 Только этого не хватало. Колымага объявила забастовку. А. Вот. Открылась крышка. Да. С кем же мне поговорить? Эта штука ехала действительно быстро. Но я не понял, что отлетело от неё. А. Чёрт. Там внизу малька? А. Она теперь тусуется там же, где тусовалась до этого. Вот в чём логика. Наверное. Да. Запутаешься тут с вами в Сибири фиговой. И давай, это, тяни к ручку. Ээээ, полковник Емельянов, блин. Ты, наверное, единственный человек, который знает, как эта фигня работает. Не правда ли? Боюсь, полковник, мои проблемы далеко не исчерпаны. Сочувствую, Катюша. Эээ, как мне запустить эту хрень? Я не знаю, что случилось, но эта ваша штуковина не желает трогаться с места. Это не моя штуковина. И вообще, на мой взгляд, выглядит она страннее некуда. На нашем месте я бы подождал, пока её отремонтируют. Ни за что. Мне нужно поймать бандитов как можно быстрее, полковник. Эээ, что ты ещё не знаешь? Будь эта тележка не на рельсах, можно было бы запрячь кого-нибудь. Хм, похоже, нужно заставить вращаться это беличье колесо. Да, и нужно заставить засунуть, поставить, короче, юки. Как вы думаете, полковник, туда влезет какое-нибудь животное? Ещё как. Возможно. Почему бы и нет? Но какое, вот в чём вопрос. Юкольная. Рыжавый у меня есть идея. Ну, конечно, у тебя тоже она есть. Я ей твержу уже сто лет. Поезд угнали. Тележка сломана. Похоже, моё путешествие на этом и закончится, полковник. Не-не-не. Выше голову, Катюша. Вашу проблему можно решить. Выход всегда найдётся. Мне необходимо найти решение. И побыстрее. Если бы я только мог помочь, мисс Уолтер. Это всё отлично. Просто отлично. И мне нужно найти эту животную штуковину белого цвета. Которая где-то прячется. И наверняка нужно каким-то особым образом её приманить. Но кто с ними общается, интересно? Вряд ли с ними общается... Малька. Мало вероятно, что мне поможет Сукермен. Хотя есть такой шанс. Так, появился ли кто-нибудь здесь? Вопрос. Никого. Ничего. Николай, не двора. Эй, куст, уйди с меня. Вероятно, он убежал обратно к этим бугровым. Вероятно, он тусуется у них теперь дома. В то время, как они сами уехали. Да, открыта дверь. Вау. Открыта дверь. Это многое значит. Никого нет. Телефон звонит. Да вы охренели. Кто звонит? Алло. Это Оскар Кейт Уолкер. Так вот кто. Оскар, где ты? Ты цел? Что случилось? Эти господа сказали, что вы раздумали здесь останавливаться. Что вы возвращаетесь в Америку. Что поезд может отправляться. Кейт Уолкер. Боюсь, я совершил непростительную ошибку. Ещё как. Ганн с тобой? Да, Иван с Игорем держат господина Фаральберга в заперти. Чудовище. Иван с Игорем? Они что же, раскочегарили поезд? Боюсь, происходит нечто не вполне законное. Не вполне законное? Да это грабёж среди белой дня. Паразиты угнали поезд, а вас взяли в заложники. Сволочь. Эй, Уолкер, я испытываю некоторое беспокойство. Да я только кое-что. Не бойся, Оскар. Я вас разыщу. Куда направляется поезд? Мы едем прямо, пока не было ни одной развязки. Я поведу поезд на минимальной скорости. Постараюсь их затормозить. Возможно, удастся даже... Кто? Я? Сам с собой. Ну что вы, я просто... Оскар! Оскар! Да нет, молчи, молчи лучше. Сам с собой говорю, да. Я просто так, да. Чё, прикольно. Люблю поговорить с собой. А, вот же он этот хрен. Так, и что у них на столе? У них на столе газета. Белое золото Сибири. Смерть Примадонны. О, боже ты мой! Она умерла? Орлабад. 8 сентября. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Белое золото Сибири. Это, соответственно, клыки или как их, господи. Бивни, бивни мамонтов. Есть ещё какая-то сибирская комета. Спорт, хоккей, погода. Один сплошной снег. Минус 20, 18. Не так уж и холодно. Ну так, холодно, но не до ужаса. Ленин какого-то чёрта. Шибанулись на всю голову. Вторник, сентября 2004 года. О, так вот какое там время. Ни будущее, ни прошлое. Хотя уже прошлое жестокое для нас. Ммм, не поймёшь. Ведь там всё написано, главное, по-русски. Но достаточно мелкое чё-то. Да, романской больше нет с нами, да. Комета, чё-то там комета. И это самое. Ну, короче, я сам ни хрена не вижу. Знаю, что вы видите ещё хуже. Так что, ну, нафиг эту газету. Что-нибудь ещё здесь есть интересное? Ну, что-то больше ничего хорошего. Ничего. Люблю я напевать эту песню с тех пор, как пьяный орал её на Новый год. Должен вам сказать, что это был мой последний пьяный Новый год. Больше я на Новый год не пил. Что было всего лишь один раз. Ладно, чё-то я чушь несу. Юке надо как-то приманить, это факт. Но как? Умом он не блещет, но по-своему симпатичный. И рад-радёшенек, что вернулся в родные края. Но как тут пусто. Умом он не блещет. И больше ты ничего не можешь сказать по этому поводу, да? Мне надо как-то этого Юке заставить двигаться. Ну как? В родные края. Не рад ни разу, что вернулся в родной. Обнесённый забором. Не знаю даже, как это назвать. Как они тут живут? По-моему, здесь жить-то невозможно. Неужели они серьёзно тут живут? Это безумие какое-то. Блин! Здесь что, нет ничего, кроме Юки? Похоже, мне придётся разговаривать с людьми. Возможно, кто-то сможет мне помочь. В смысле Юки. Вряд ли сможет помочь полковник. Хотя в крайнем случае и к нему приду. Нужно пока что поговорить с Малькой и Цутерменом. Возможно, у них есть какие-нибудь соображения по этому поводу. Очень странная логика у этой второй Сибири. Обязательно поговорить с кем-нибудь, прежде чем сделать. Ну что, Малька, скажешь новенького? Эта тележка сломана. Она не работает. По-моему, тебе нужно туда кого-нибудь запрячь. И колесо сзади тоже не работает. Я смотрю, твоя телега ещё тут. Она не сдвинулась с места ни на дюйм. Сломано приводное колесо. Если бы собака Цукермана была дрессированной, она могла бы крутиться в колесе, как белка. Ну, конечно, Малька! Какая отличная идея! Просто великолепная! Где же это животное? Я видела, как он прятался. Кажется, у бугромых. Спасибо. Ты уже нашёл его, как его выманить оттуда? Ммм, пойду посмотрю, что можно сделать с Юки. Думаю, ему нравится рыба. Спасибо за подсказку. Стоп! Рыба, 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 рыба. Ммм, пойду... Да, да, да. Спасибо. Рыба, 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 рыба. Цукермен вряд ли мне поможет. Скорее всего, есть что-то на продажу у полковника. Вряд ли рыба. Но мы знаем местонахождение водоёмчика, в котором, возможно, есть рыба. Вот что я об этом думаю. Так, давай, 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 давай. Цукермен. Опа! Что ты мне скажешь, Цукермен? Господин Цукермен, это ужас. Просто ужас. Что? Мисс Уолкер, что случилось? Вы понимаете, такая штука, вот, дрезина и поезд и всякое такое. Господин Цукермен, мне понадобится помощь, чтобы привести в порядок дрезину. Вы уж извините, дорогая моя, но в машинах я не разбираюсь. Да, ты у нас обычный этот самый. Кстати, опять я хотел попросить помощи, меня опять отшили. Это кошмар какой-то. Господин Цукермен, вы не знаете, случайно, где ваши юки? Ой, так где угодно. Посмотрите, у мусорных баков. Он обожает копаться в объедках. Если я его найду, можно его взять на время? Да хоть насовсем. Эта зверюга вообще не моя. Только я вас предупреждаю. Ничего хорошего вы от этого проглота не дождетесь. Одни неприятности от него. Ясно. Боюсь, больше мне никто не сможет помочь догнать поезд. У меня просто нет выбора. Мне надо идти, господин Цукермен. Желаю успеха, мисс Уолкер. Ай, боюсь я сейчас идти к полковнику, потому что у меня есть подозрение, что, возможно, я должен еще раз нажать на юки и потом уже идти к полковнику. Или, возможно, нет. Ну, по крайней мере, да. Что-то, что-то нужно насчет рыбы, насчет рыбы. Где-то должна быть рыба. Может быть, даже удочка где-то должна быть. И потом бы я на этой удочке приводил бы юки к себе. Сначала поймал бы на нее рыбу, а потом он бесконечно бежал за едой, как это бывает в мультфильмах. Боюсь, полковник, мои проблемы далеко не исчерпаны. Сочувствую. Это все. Черт. Значит, он мне пока не помощник. У меня есть юки, у меня нет рыбы. Полковник не хочет мне ничего продавать. В принципе, наверх лезть я тоже не хочу. Вряд ли там что-то валяется. А, что у меня есть в инвентаре? Да ничего нет в инвентаре. Секач какой-то. Ничего интересного, блин. Я же не смогу выловить рыбу из воды голыми руками и потом голыми руками вести за собой юки, за рыбу, которую буду держать голыми руками. Это нелогично. Не по-кейтовски, я бы сказал. Не по-волкеровски, блин. Она, в конце концов, даже палку поднять не могла, я помню. Из этого, из... Что там было-то? Речка, наверное. Речка. Вот. Ну, блин, даже не знаю. Ну, вот здесь вроде есть некое движение воды. Но, похоже, с ней ничего... Боюсь, мне теперь в монастыре лучше не появляться. Ой, гребанное проклятие. Туда я еще и не могу пойти. Ну, это, конечно, логично, но... Это ломает мои представления о жизни. Да... Где же мне взять рыбу? Я не понимаю. Есть, значит, маленькая вероятность, что появятся какие-нибудь новые функции непосредственно у бугровых, что крайне маловероятно. Эй! 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 Хорош бежать в стену. Ну что, Юки, скажи что-нибудь. Умом он не блещет. А, блин. Умом он не блещет, значит, да? Значит, не блещет. А, я могу смотреть только на стол. На столе ничего нет. Где же мне взять хренову... Хренову... Рыбу! Здесь может быть рыба. Рыба! Рыб, 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 блин. Блин, а... Ну ладно. Ну, блин, да, да. Конечно, тяжело живется на свете, так сказать, без пистолета, когда у соседа автомат. А автомат называется голодные Юки. Но, вот должен вам заметить, что все-таки я вспомнил. Вспомнил, в чем моя проблема состоит. А проблема моя состоит в том, что я с самого начала подумал, какого хрена я беру только один тип конфет. Потому что я помню, что было два типа конфет. В принципе-то. Потому что я с самого начала доставал два. Вот. Так оказывается, блин, в этом и вся загвоздка. Оказывается, второй тип конфет почему-то, блин, надо давать Юки. А не девочки. Это совершенно нелогично с моей точки зрения. Но, тем не менее, необходимо теперь все нужные... Точнее, не нужные. Точнее... Да-да-да. Вот такие вот монеты все нужно засунуть... Давай. Так, крутись. Е-е-ей! У меня появились новые... Ничего не поделаешь, запи. Блин, а... Нет, ты отдашь мне мою монету. Потому что я жадный до монет. Все, круто. Ключ у меня. Монета у меня. И если у меня есть... У меня есть рыбные леденцы. Какой ужас. Самая чудовищная вещь. Рыбные леденцы. О, господи. Ну вот, теперь, имея рыбные леденцы и не вылавливая рыбу ни из каких там прорубей, из прочей фигни, я могу уже... Как это сказать? Танковать Юки вперед. Или он может меня отвезти. Одно из двух. Короче, мы можем перемещаться. Видимо, наша основная энергетическая мощь будет заключаться в рыбе, превращенной в леденцы. Вообще, честно говоря, если бы сейчас сделали из желтого полосатика конфеты, я бы, наверное, их бы не ел. Вот. И даже не потому, что мне не нравится желтый полосатик, хотя он мне не нравится. Дело-то даже не в этом. Вот, рыбные конфеты. Все, Юки, ты попался. Потому что я знаю, как тебя словить. Сволочь ты этакая. Представь себе, остальные этих конфет в рот не берут. Ты у нас Юки, да? Ну как? Теперь пойдешь со мной? Честно говоря, я понятия не имел, что остальные что-то там берут, не берут в рот или еще куда. О, господи, еще одна пошлость. Короче. Эй, не туда, вот сюда, да. За мной бежит Юки, и у меня играет музыка, которую никто не слышит. Ну и хрец с ней, потому что, когда она начинает все перекрикивать, лично меня это напрягает. Эй, я не хочу бежать в Мальку, спасибо. Хочу бежать еще куда-нибудь. Да, вот сюда гораздо лучше, гораздо лучше. Да, 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 столб, уйди с меня. Вот так, 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 совсем пьяный. Ну или я, или я. Или мой джойстик, кстати. Я еще могу до него свалить все свои обиды, проблемы и прочие вещи. Это Юковская штука телепортируется за мной или все-таки бежит? Наверное, все-таки бежит, хотя крайне, опять же, маловероятно. Эй, черт, она просто садится. Нет, 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 нет. Юки, Юки, иди сюда, за мне. Нет, все правильно, круто. Да, давай, покажи ему конфет, а он побежит. Или не показывай, а он все равно побежит. Давай, самую мощную передачу, вперед! КОНЕЦ О, черт возьми! Никогда в жизни не подумал бы, что бывает даже такое. Вау! Все? Можно играть? Блин, показали бы, что еще произошло. Дрезина мне больше не пригодится. Ну, конечно. А Юки, нет? Куда я вообще могу идти? Больше особо никуда не могу. Музыка какого-то хрена та же самая. Да неинтересно, это скучно. Ну что, чуть-чуть я застрял средь бела дня. Дрезина мне... Было дело. Черт, куда? Как? Каким способом? А, туда? Нет? Не туда? Туда. Да? Нет? Как-то так, да? О, получилось! Ес! Ес! Все бивни теперь наши, мисс Уолкер! А, они... И ты, жартряс! Не ходи здесь! Не видишь, что ли? Ты слишком тяжелый! Да, и чего он это видел? Ну что же, ясно. Их логика понятна. Белое золото, бивни, всякая такая фигня. Ну, точнее, его логика понятна. Хотя он все равно заботится о своих братьях Так или иначе Сложно его упрекать Со всей стопроцентной точностью Хотя он, конечно, сделан как Стопроцентно точный отрицательный персонаж Блина! Вы же сделали для меня возможность передвижения Руками Почему вы сделали мне такую тонкую дорожку По которой мне так тяжело идти О, сова Это, наверное, Мерула Альба Кстати, скорее всего, я бы даже сказал Хотя, фиг их знает Ну что же Я вам должен сказать, что Когда я играю в Skyrim Мне не так приятно, как сейчас Потому что Здешний, как это называется Снежный поток Гораздо красивее И интереснее Может быть, Skyrim он там супер классный И всякое такое прочее Но адвентюры это такая вещь Я вот, видите, даже бежать перестал Хотя, честно говоря, я совершенно не уверен в том, что иду В правильном направлении Хотя, наверное, в правильном Вау Красота А ворота Что-то падает с деревьев Какой-то снег, да? Прикольно Юги Что-то совсем тормозит Или наоборот Этот пёс делает только то, что ему вздумается Бедный млюзик Пристает к какой-то андатре Знаете, кто такая андатра? Я, честно говоря, не очень Ой, ну я слышал это слово Несколько раз Во! Ну хватит пугать несчастного бобра А, так это был бобёр И, видимо, мне нужно, чтобы он не пугал бобра Чтобы бобёр Подточил дерево ещё дальше И чтобы я мог перейти дорогу Такой большой лес И так мало сухих дров Ага, сухие дрова Это хорошо Наверняка можем разбить теперь огонь Разбить огонь Видишь огонь? Бей его Под водопадом виднеется избушка Ага И мне в неё, значит, надо Я из всего пытаюсь сделать какие-то выводы Сколько мы пишем сюда? Уже грёбанную кучу времени пишемся Ну, давайте ещё одну-две минуты и всё Или даже, возможно, ещё меньше Потому что я не очень понимаю, как отвлечь Юки У меня есть что-нибудь? У меня есть... Вау! У меня есть и спички тоже То есть, вероятно, я могу всё-таки развести где-то огонь А Но где? Юки, я хочу тебя поджечь Нет, не могу Чёрт Здесь вообще нет ничего, кроме Юки, да? Интересного, да? Нет, ничего нету Ну, в таком случае Что-то здесь мне надо по-любому Только что Нет Не то Да ёшкин крот Ну, чё-то я вообще ничего не понимаю, что надо сделать У меня есть спички, есть дрова Все возможности для создания огня Его поддержания даже Но нет места, где бы это можно было бы выгодно сделать И хотя бы было бы рационально сделать Хренов Юки Какого чёрта? Наверняка обратно ведь идти не надо Прям наверняка, наверняка Я бы сказал Слушай, Оскар Ты не мог бы мне ответить на телефон И подсказать, что делать дальше, а? Оскар Офис Мама Оскар Оскар Алло Кто-нибудь Слышит меня? Алло Никого Обидно тебе это, обидно Ну, блин Ну, блин Ну, вот Я не знаю Вот Прогресс пока что Мне вам что-то преподать не удаётся Давайте встретимся в следующий раз Когда уже прогресс будет Так что Бай-бай Ой Ага-ха-ха Ой, ладно, всё Хватит брибы Субтитры сделал DimaTorzok